Сегодняшнего гостя программы Правда 24 проще всего представить как музыканта, который статус своего инструмента приподнял до солирующего. Такой музыкант единственный в мире, это Юрий Башмин. Приветствую. Приветствую. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Бывало, но очень редко. Это иногда входит в условия контракта. Например, летние фестивали в Америке. Там надо в белом? Часто нужен белый смокинг. Я помню, как много лет назад мы с Максимом Венгеровым должны были играть в Моцарте, концертную симфонию для скрипки альта. Мы с ним носились в день концерта по городу в Америке. Это было не в Нью-Йорке. Носились и в конце концов в магазине для свадебной одежды. Нашли, купили. Костюм уже не купил. И приснилось на месте. Это условия. И все, и страны, и дирижер, все должны быть белыми. Ну, а с каких это вот пор, такая привязанность к строгому черному цвету? Это еще со школьной пары, с ансамбля вокально-инструментального, в котором вы начинали или нет? Не вспомните. Ну, может быть, это связано с одной из пластинок «Битлз», где они все в черном. По-моему, они переходят... По-моему, «Эбби Роу». Там они все переходят... Нет, Харрисон там как раз в синем, джинсовом. У них зато был белый альбом, где они все в таком монахроемся. Знаете, черное плохо, когда... Давайте сюда, животное. Плохо, когда кошка белая. У нас, объяснил, у нас традиции приютских кошек. Ух, какой зверь! Это Марик. Марик, да? Марик. Марик? Сколько ему? Ему 11 месяцев. 11 месяцев, молодой Марик. Красавец какой, а? Вот такой вот Марик кому-то достанется. Если будет тебя хорошо вести, не убежит, мы его должны успеть пропиарить. Но он же этого не понимает. Уже кошачье дело убежать. Как же он в приют попал, такой красавец. Бывает, бывает, прям британцы попадают, такие свинцы. Ну, знаете, как-то люди ведь относятся иногда как к игрушкам, к животным. Взяли, поиграли, что-то не пошло, что-то не понравилось, взяли и расстались. Видите, как плохо в темном, когда Марики белые у нас. У вас, кстати, были когда-нибудь домашние животные? Да, и кот был не один. Это где, в Ростове или уже во Львове? Кот был уже в Москве. А, в Москве уже? А вообще я больше, я люблю животных очень. Но огромная ответственность иметь своего друга. Вот, но вообще я ближе к собакам, хотя у меня был кот как раз. Но, иди сюда, Марик. Не, у меня не слышится. Кот гуляет сам по себе. Этим они замечательны. Как вы вообще, в принципе, относитесь к жанру кроссовера? Потому что вот я с Мацуем беседовал, он очень резко высказался в отношении Ван СМА. А мне, собственно, нравится, что она популяризирует классическую музыку. Ну, я скорее ближе к вашему мнению. Потому что, хотя Денис мой друг и талантливейший человек. Может быть, я резко скажу. Но, понимаете, если идет речь о короткой юбке, мокрой юбке и ножках оголенных, то я и получше видал в жизни. Ну, да. Это мы все видим, когда там показ мод или, я не знаю. Но не все же при этом виртуозно на скрипке играют. А играть на электроскрипке тоже есть люди, которые это делают лучше, чем она. Но она это все делает очень хорошо. А вот ура продюсеру, который объединил это, нашел такую Ванессу и получился невероятный продукт. И, допустим, объявляется Вивальди, времена года. Ну, вот молодая пара, которая вчера, они встретились, пошли в кино посмотрели. Сегодня на дискотеку. Ну, и опять дискотека. И вдруг афиша такая, времена года. Вот они посетили. Прошел год. И висит Афишер, времена года. Но уже без Ванессы моей. Да, и какое-нибудь другое имя. Там замечательно. Гидон Кремера, например. Или всероссийский юношеский оркестр под управлением Юрия Башнета. Не важно. Но эта молодая пара уже знает, что есть такое произведение. Конечно, я предпочитаю не на электроскрипке слышать времена года. Так же, как любое произведение Баха, лучше звучит в оригинале, чем синтезатором. Но и все-таки информация, заложенная гением, она пробьется даже через синтезатор. Давайте мы Марику второй шанс дадим, попробуем еще раз. Ну, мы ему не очень понравились, видимо. Нет, он просто независимый кот, который гуляет сам по себе. Это совершенно не имеет к этому отношения. А вот, кстати, насчет Ванессы моей, ведь очень многие и про вас, и про Спивакова говорят, что у вас подача на самом деле попсовая. Ну, вот, допустим, говорят, Башмет, он выглядит как рок-музыкант. В черном, волосы, бетловская прическа. Это тоже, в общем, как бы вот такой элемент попсовости ведь есть, да, в подаче. Я не про исполнение говорю, а про то, что называется словом имидж. Имидж. Вы знаете, я, мне близкие и друзья многие говорили, у меня были волосы гораздо длиннее, чем сейчас. Говорили, что пора посредиться, что-то... По-моему, Рихтер вам сказал, что длиннее не надо. А я как раз вечером встречался с Святослав Труфиловичем, он говорит, нет, вам очень идет. Вообще не люблю, когда мужчины носят длинные волосы. Вам очень идет, но уже длиннее не нужно. И как-то я... То есть вы поняли ваше... Я понял, ну, очень хорошо. Здесь надо остановиться. А вот Всероссийский юношеский оркестр под вашим руководством, он кроссоверам не грешит? Вот чем они грешат в свободное от нашей совместной деятельности время, я не знаю. Потому что это такой период в жизни любого человека, ведь там от 9 до 22 лет. И затем ротация. Поэтому это грустная нотка, иногда приходится расставаться. Почему? Это выпускники, это ваши... Ну, они уходят из оркестры. Понимаете, вот сидел на первом пульте мальчик потрясающий из Ростова-на-Дону. Из вашего родного города. Ну, и исполнилось ему уже 22 года, и дальше, к сожалению, его нет. Конечно... А у вас строгий ценз, да? А иначе... Ну да, юношеский уже сложно назвать, да. Но зато он сегодня солист Ростовской филармонии, и, в общем, мы с ним не потеряли связь. И будем вместе что-то еще делать. Но там таких, как он, много. Сейчас проходит в Самаре пятая музыкальная академия бывших стран, бывших республик, да. Там не участвует только один мальчик из Украины, который хотел приехать. Ну вот из-за всех этих обстоятельств, да. Он не смог по каким-то причинам, это не со стороны России, а по внутренней причинам он хотел. Я просто знаю его. И еще из какой-то бывшей республики. А так 71. И представители всех наших. Собственно, все, что происходит сегодня в мире, это совсем противоположно тому, чем мы занимаемся. Мы, грубо говоря, объявляем войну войне. Потому что мы хотим, чтобы и сегодня, и завтра, и послезавтра, чтобы люди старались быть хорошими людьми. И тогда все общество будет хорошим. А приведите пример хоть одного произведения из классической музыки, которое призывает к войне. Вы знаете, поскольку Вагнер был любимцем Адольфа Гитлера, говорили, что вся музыка Вагнера, она очень способствует пробуждению каких-то агрессивных чувств, если слушать. Вы знаете, в апокалипсисе вертолетная атака под полет Валькирии. Так что там ассоциации какие-то могут быть с классическими произведениями. Я с вами согласен, но, понимаете, есть военные песни, это другое. Есть реакция искусства, но мы сейчас о музыке говорим, есть реакция на уже происходящие события. Есть гении, которые предвосхищают трагедию. И, допустим, о том же Бетховене тоже, по-моему, чуть ли не Владимир Ильич Ленин говорил о том, что... Да, ну, конкретно про одно произведение, про лунную сонату. Это может вызвать такую силу эмоций, что это одинаково может возбудить какие-то воинствующие чувства, а также и радостные. То есть такой силы. Да, потому что музыка будоражит, великая музыка, эмоции. Но такое посвящение войне я все-таки не помню. Но если вы заговорили о Вагнере, то все равно это опять-таки постфактум, а не призыв. Ну да. Это история Валькирии. Поэтому дети сегодня, которые лучшие дети нашей огромной страны, они туда попадают по живому конкурсу. Сами мы, я лично с моими коллегами, мы сами устраиваем конкурсы. Кастинги, да, как это называется? Ну, музыкальный, да. Понятно, что в том городе, где живет фанатично преданный своему делу музыкант и преподает, там прекрасная школа. Допустим, Екатеринбург, колледж. Там потрясающая школа флейты. Ну, не только там скрипка замечательная. А где-то в Сибири прекрасные ударники, а где-то и в Тольятти скрипачи. И это зависит всегда от человека. Да? То есть от конкретного наставника? Да. Да, вот можно учиться у одного педагога, потом педагог с радостью посещать его уроки, а потом педагог меняет место жительства, и человек может просто оставить музыку. А почему вот возникла идея вот этого юношеского такого коллектива у вас? Что сподвигло, кто посоветовал, и как вот родилась собачка? Совета не было. Сначала возникли такие, ну, как бы, музыкально-образовательные центры. Сегодня их уже семь. И даже в Подмосковье есть в городе Жуковском. А вообще и в Ростове, и в Ярославле, и теперь в Сочи. А в Симферополе есть, в Хабаровске есть. Это музыкальные центры образовательные, куда мы приглашаем педагогов, иностранцев и наших. Все они замечательные. Это не просто так, да, галочки. И это будоражит местное население. То есть, представьте себе, ребенок начинает готовиться к этому конкурсу, к прослушиванию. Он назначен на через полгода дата. Специально у меня времени нет летать. Ну, понятно, да. Значит, там, где у нас концерт, в этот день мы взяли, за правило, два часа посещения детского музыкального заведения. Это колледж, школа. Вот. Значит, объявляется конкурс. Родителям хорошо. Ребенок имеет цель. У него появляется цель. Родители стараются. Учителя стараются. Директор школы старается. Министерство местной культуры старается, доходят до мэра и губернатора. Все стараются. Всем это хорошо. И вот мы таким образом, это как форсаж положительный. Форсаж. В результате конкурса выигрывают несколько человек. 39 городов. Сейчас у нас в прошлый раз 41 город был представлен. В прошлом году, да? В прошлом году. Мы уже гастролировали немножко по России, а затем Петербург, Москва, Женева, Брюссель и Берлин. И вот эти молодые люди выехали. Конечно, самые маленькие находятся под присмотром. Мы отдаем себе отчет, что это очень большая на нас ответственность. По всем понятиям. Потому что тут вот такая малявка сидит в бальном платье. Девятилетняя играет. Рядом сидит практически невеста с ней за одним пультом. Это смотрит как. Это играет. Но потом-то это вечером одевает каблучки со своими подружками. Куда-то идет там на дискотеку. А маленькие остаются с мамами даже в гастролях. Одна мама выбирается на пятерых вот таких. А в следующий раз другая мама или учитель. Вот это все огромная подготовка. С ними разучивают партии. Потом, сейчас очень вам смешную скажу историю. И вот одна маленькая, симпатичная очень девочка. Как-то меня за сценой подловила, как говорится. И говорит, Юрий Абрамович, пожалуйста, послушайте меня буквально 20 секунд. Ну, потому что вы же меня не слышите, ведь все играют. А я вот сижу там во вторых скрипках в серединке. А я хочу, чтобы вы услышали, как я подготовилась. Я говорю, ну, покажи. И тут надо было иметь огромную какую-то, не знаю, сдержанность, чтобы не рассмеяться или не расплакаться. Потому что партия второй скрипки в этом месте примерно так выглядит. Что это такое? Понятно, мелодия в это время у первых, тут подголоски, тут это. И она это наизусть мне продемонстрировала. Ну, фантастика какая. Идея в том, что культура и музыка – это вечно. Все остальное – приходящее, уходящее. А вот я какой вот вижу упрек? Скажу, вот юношеский оркестр, а у Башмета, ну, понятно, Ксения Юрьевна стала пианистом, выступает. А сын-то у Башмета не музыкант, хотя умеет, вроде бы, говорят, и на плете, и на скрипке. Почему так сложилось? Потому что так вообще жизнь складывается. Но это огорчение было для отца или нет? Нет. То есть отец нормально совершенно? Нормально. Главное, что он очень хороший человек, красивый парень, достойный, верный друг. И он ищет до сих пор себя и уже во многом преуспевает. Очень мне помогает, потому что… Как экономист? Или как сын? Ну, я уже даже не понимаю. Это он как самый близкий друг. Конечно, он мой сын, а я его отец. И само собой, разумеется, что это главное. Но я уверен, что поскольку он такой достойный человек, то жизнь у него сложится хорошо. Знаете, как где-то в этом говорил Вольтер, что такое быть счастливым, это быть садовником. То есть… Ну, вот… Но все-таки, а вот читал на интервью Ксении Юрьевны, и она про Гранта, про внука вашего, говорила, что возможно он, возможно, будет музыкантом. Как вы считаете, будет он музыкантом? Есть сейчас уже, видите в нем? Я в нем вижу очень яркую артистичность, сценичность, и то, что он здорово двигается с точки зрения самой профессии. А вот когда он подрастет, еще немножко осталось-то, ему уже не три годика, ему уже будь здоров. У него уже все прекрасно, поставленные руки, играет хорошие интонации уже. То есть профессию он четко приобретает уже, уже его хвалят, я сам слышу. Но скрипка не альт? Скрипка, да. Но дело в том, что он… Это должно прийти в какой-то момент каждому человеку, когда душа запоет и будет о чем петь. И тогда мы будем говорить о том, где он окажется. Он будет играть, как мне моя мама рассказывала, я не помню. Она сказала, видишь, тебя все хвалят, ты пятерки, значит, ты там лучший в школе. Вот, представляешь, ты поступишь и будешь играть в лучшем оркестре. И оказывается, я ей ответил, нет, мам, я буду стоять и играть с лучшим оркестром. Да, то есть вот это насчет дирижера, да? Насчет солиста. А, и насчет солиста тоже. Ну, кстати, дирижер-то тоже, в общем, стоит и рулит оркестром. Ну, это мне мама рассказывала, сам я не помню такую пафосную… Мамы не врут никогда, маме можно верить. Кода у нас выглядит так, вот из этого красного мешочка вы достаете одну фишечку из четырех. Так. Наугад. Любую. Какая, какого цвета, да, получится. И такого цвета выбираете карточку, на карточке написан вопрос. Это какая? Это белая, это свободный вопрос. Это свободный вопрос, значит, это я вам сам тогда задам вопрос. А вопрос такой, я вот знаю, что вы с гитаристом, на самом деле, начинали в школьном, ВИА. Как назывался коллектив? Вы хотя бы помните или история не сохранила название коллектива? Я помню коллективы, которые были вокруг нас, и мы иногда сотрудничали. Сотрудничали. Там были лисы, потом помню фамилии людей, пивоваров. Замечательные гитаристы, современные гитаристы, Бузы Шарихов. Ну и мой брат старший. Саша Балабан, прекрасный гитарист. И это вообще был интересный момент, потому что для меня была гитара, для мамы была скрипка. В целом музыкальная школа, да? Это для мамы, что я хороший для мамы. А в то же время мне очень помогала музыкальная грамота. Потому что все вокруг талантливые люди, но все были слухачами. Не знали, что такое ритм. И затем вдруг наступил вакуум, когда последняя запись Битлз, и вдруг молодежь, 12-13-14-15 лет, по непонятным причинам уже это не модно стало. Отходило, да, потихоньку, да? А что делать дальше? Это и было главное. И тут я появился Джимми Хендрикс для нас, которого я совершенно не принял всей душой. Уже через много лет понял, в чем его, так сказать, значение и вообще его талант. Не то, что так увлекся и все, но понял, почему. Тогда я ничего не понял. Это резало мне. Бывает, да. Единственное, тогда американские группы джаз-рок, Кровь потеклеза, Чикаго, это мне стало интересно. И я прибавил то, что мы называем дудками. Друговый. Прибавил три инструмента, но это была жалкая копия. По многим причинам. Инструментов нет, традиций нет такой. Ну, это пользовалось успехом, но без такой вот особой радости, что ли. И все это все равно имело смысл. Поскольку моя мама запрещала мне работать, я вынужден был скрывать свои заработки. То есть я уходил на чей-то день рождения или куда-то еще. На самом деле это было выступление за деньги. Потом часть этих денег, потом мне пришлось открыть правду. И мама прекрасно распорядилась этой суммой. В общем, преподаватели появились по гармонии, по сольфеджио. И они меня уже прекрасно приготовили к вступительным экзаменам в Москве. И вообще прекрасно подготовили к большому пути в жизнь, я считаю. Ну, конечно. Не только для Москвы. История не сохранила название первого коллектива Юрия Башмета. Зато теперь все коллективы, которые создают Юрий Башмет, они обречены на то, чтобы остаться вечность. Потому что это Юрий Башмет. Вот это касается статьи Всероссийского и Министерского оркестра, который 14 июня в Зале Минчайковского можно будет послушать. Приходите. Вам спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok